Доброе утро! Сегодня воскресенье, и мы решили возобновить нашу традицию завтракать где-нибудь в кафе. Сегодня мы выбрали... Да, мы на улице. Сегодня у нас панорама-кафе, и это находится напротив кургана Костюшка. Сейчас я вам покажу красивый вид на Краков. И снова я не поднимаюсь на Костюшка. Первый раз я сюда приехала. Виталий, помнишь когда? Без тебя, по-моему, была пандемия, и все было закрыто. Ой, чуть не упала. Да, я приехала с ребятами на тот канал. Это был канал Забугорище когда-то. Да, сейчас этого канала уже нет. Да, но туда вы не попали как раз тогда. Да, вот он. Капец. Подумали мы, хотим ли мы сегодня подняться. Нет, потому что холодно. Но обязательно приедем сюда с детворой. Вы здесь были, правильно? Да. То есть и Слава, и Рома, все-все-все были. Но в музее, по-моему, не были. Нет. Нет. Вот, значит, приедем летом, когда будет тепло, и обязательно еще и посетим музей. Кстати, паркинг здесь бесплатный. Мы припарковались возле самого Копца, вот там, буквально за углом. Пойдем скорее холодно. Руки мёрзнут. Ну что, пословица в марцу, как в гарнцу работает, потому что сегодня уже на сегодняшний день конец марта, а погода и дальше радует, потому что с утра уже был снег и опять очень холодно. Этот репортаж... Нет, это видео. Да, точно видео. Это видео я снимаю специально для Наташи, потому что я сегодня буду охранять матч сборной юношеской, по-моему, Польши с... Даже не знаю пока с кем. Потом скажу, даже если получится, сниму небольшой кусочек специально для этого видео. Так что я сейчас нахожусь на Кракове... Кракове... Скажу... Кракове тренинг-центр. И я потихонечку пошел переодеваться. Ну вот я и вернулся уже домой. На улице не стал дальше снимать, потому что на мой телефон, естественно, и была бы хуже картинка. И там сегодня действительно с погодой вообще совсем как-то... Не то чтобы плохо, но по-разному, потому что несколько раз начинался снег, то снег, то дождь, то солнце и все такое. В общем, как выяснилось, сыграли сегодня молодежные сборные Польши и Сербии за выход, ну, куда-то дальше на чемпионат Европы. И Польша выиграла со счетом 2-2. Так что, ну, поскольку... Ну, выиграла, потому что 2-2 их этот результат устроил, и они прошли дальше. Вот. Так что вот так вот мы утерли нос этим Сербам. Сербы я вас люблю, если что. Наташа, а ты чем занимаешься? Я готовлю... Готовлю... Приготавливаюсь для того, чтобы готовить с Тимуром печенье. Я бы пообщала, да, с нестечь печенье, поэтому сейчас борюсь с ним. А тебе, Наташа, как сегодняшняя погода? Ну, классно. Классно. Мило очень сильно. Но я что-то слышал с утра, когда спал, что вы, ну, как-то немножко удивились, что снег на улице, да? Да, потому что мы проснулись, и там не было так, что, ой, немножко мило, ой, немножко там падал снег. Нет, все было белым-бело. И мы шли с Тимуром, был такой прям слой снега перед нами. Практически по нашей дорожке никто не шел, мы были первопроходцами. И с Тимуром, когда мы шли, мы не взяли с собой зонтик, потому что очень большой, сильный ветер был. И нам приходилось вот так даже держать руку, потому что очень сильно было, очень сильно, да, такая метель была большая. Ну, вот да, вот по мне даже немножко видно, я только пришел с улицы, и весь такой красный, замерзший. Наташа, знаешь все почему? Почему? Потому что, что? В марцу... Я в гармонсу, да. Совершенно верно. Да, так что. Так что... А, сегодня еще, кстати, вторник, и сегодня еще будет прямой эфир. О, по-польски. По-польски? Да, по-польски. Ясно. Ну, хорошо, ладно, давай, я вижу, у тебя пока подготовка идет. Да, надо убрать. Подготавливайся. Ну, а потом уже как начнешь готовить, так и начну снимать тебя нормально. Хорошо.